Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я расскажу и покажу, как разобрать и отремонтировать кейс беспроводных наушников копии AirPods 2. Наушники были упакованы в такую симпатичную коробку, почти как оригинала, даже иногда сложно отличить. Единственное отличие, которое бросается в глаза, это то, что штрих-ход наклеен внутри крышки, по центру, а не внизу, как в оригинале. Дальше я внедряться не буду, здесь тоже есть инструкция, такая коробочка, здесь будет провод зарядки. В общем, это копия цена, говорит обо всем. Стоят они около 1000 гривен. Наушники уже разрядились, вот если поместить их на место, то видно, что мигает красная кнопка, значит разрядился и кейс. Необходимо его зарядить. Вставляем провод зарядки, никакой реакции нет, лампочка не светится ни красным, ни зеленым, ни оранжевым цветом. Значит нужно разобрать кейс и разобраться в чем проблема. В отличие от оригинального кейса, здесь ничего не приклеено, поэтому заливать спирт и прогревать верхнюю часть кейса не нужно, а просто заводим пластмассовую вставку в передней части кейса. Для лучшей эластичности пластика я его слегка нагрею с помощью фена для волос. Затем аккуратно врезаемся маленькой отверткой сбоку и вынимаем из корпуса внутреннюю часть. Она уже пошла потихонечку. То же самое делаем с другой стороны. Вот корпус начал выходить со своего места. Теперь необходимо найти в чем же проблема, почему они не заряжаются. Снимаем декоративную накладку зарядного порта. И здесь вот видны следы окислов, которые образовались при воздействии воды. Необходимо это место почистить. Также я выниму со своего места шлейф и проверим его контакты. Вот видно, что контакты окисленные, которые идут к аккумулятору. Необходимо также и хорошо почистить с помощью спирта. Вот на увеличенном фото видны контакты, которые покрылись окислами от стирального порошка. Необходимо их прочистить. И прочистить это место с резистором R3. Я возьму старую мягкую зубную щетку и хорошенько прочистим спиртом это место и хорошенько все прослушаем феном. На этом фото видно, что после прочистки контакты аккумулятора снова блестят, как новая. Теперь отклеиваем эту пленку. Пленка держит все контактные элементы. Открутим плату управления. Под платой управления находится небольшой аккумулятор. Беспроводная катушка для зарядки. Вроде бы все чисто. Ничего подгоревшего я не вижу. Теперь с помощью тестера необходимо замерить напряжение на аккумуляторе кейса. В данном моменте 4,15. Теперь подключим зарядное устройство и проверим какое будет напряжение на аккумуляторе. Вот видно, что напряжение растет до 4,19, 4,20. Значит заряд аккумулятора идет. А всего лишь не работает вот этот маленький светодиод. Скорее всего из-за неисправности дорожки шлейфа. На дорожке шлейфа видно, что выгорела одна дорожка. Я попытался ее отремонтировать с помощью клея контактул. Вот увеличенный вид отремонтированной дорожки. Необходимо слегка почистить иголочкой это место, вот это и возможно шлейф заработает. Собираем все в обратном порядке. Я воспользуюсь обычным скотчем для склеивания всех элементов. Не забываем поставить на место в корпус эту кнопку. Она легко выпадает. И декоративную заглушку на корпус зарядного разъема. После этого помещаем механизм в корпус кейса и защелкиваем все разъемы. Вот все собрано. На данный момент заряд наушников минимальный. Уже светится красная индикация. Подключим наушники. Подождем полчаса и посмотрим на индикацию. Вот прошло 15 минут и посмотрим на уровень зарядки наушников. Вот видно, что уровень зарядки наушников почти 100%. Причиной неисправности стало банальное выгорание одного шлейфа на светодиод и окисление платы управления. Вы были на канале дело мастера боится. Смотрели видео о том, как разобрать и почистить кейс беспроводных наушников, копии AirPods 2. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok